Транствие духовного зёрнышка Сказка для больших и маленьких Жило-было малюсенькое-прималюсенькое зёрнышко Это было особенное духовное зёрнышко Оно не имело ни глазок, ни ушек И поэтому ничего не видела и не слышала Оно плавало в белом улочке Среди миллиардов звёзд Просто плавало, и всё Зёрнышко стало печально и скучно от этого Так сильно скучно и так сильно печально Что его услышал Бог Бог самый сильный, самый добрый, самый справедливый Он живёт в своей волшебной стране И создал всё, что есть в этом мире Бог очень любит своё творение Помогает ему и заботится о нём И маленькое зёрнышко тоже сослит Бог И очень его любил Направив один из своих лучиков на зёрнышко Бог пробудил у него желание странствия И осветил ему путь В тот же миг зёрнышко всё ярче и ярче заблестело И сверкало Оно очень хотело стать сильным и прекрасным И родиться из несмышлённого зёрнышка Настоящего духа Поблагодарив своё облачко за тепло и уют Зёрнышко покинуло свой дом И с большой радостью отправилось по лучику Впереди лежал огромный и красивый мир В глубоком, необъятном пространстве Мерцали белыми яркими точками звёзды Всё переливалось разноцветными огнями Со всех сторон раздавалась нежная мелодия Зёрнышко пролетало мимо островов Зелёными садами Мимо белых дворцов, утопающих в цветах Но оно ничего, кроме своего путеводного лучика Не видело и не слышало Прошло очень много времени Прежде чем лучик расставил зёрнышко Царство феи Добрые феи подхватили малыша Обернули его в тончайшее и нежнейшее одеяльце Положили в полыбельку, которая размещалась в красивом розовом цветке Цветок благоухал так, как не пахнет ни один цветок на земле Зёрнышко тут же заснуло, и ему приснился волшебный сон В котором оно превратилось в маленького ребёночка С ручками и ножками, которых он видел своими новыми глазками Вдруг зёрнышко проснулось из своего необыкновенного сна И увидела, что это был вовсе не сон Это произошло и на самом деле Ему очень понравилось быть в новом теле И оно захотело позвать сей Но ничего, кроме крика, у него не получилось В ответ была лишь тишина Усердно шевеля своими маленькими ручками и ножками Ребёнок продолжать криком звать сей Наконец добрые сии услышали его, схватили на руки И отдали очень красивому белому существу большими крыльями Это был ангел-хранитель Нежно и любя, ангел-хранитель взглянул на ребёночка в своих руках И увидел в нём сияющее зёрнышко В сиянии проступили буквы Имя, которое зёрнышко должен носить на земле Теперь его звали Моу-Ардо Вместе с ангелом Моу-Ардо продолжил свой путь на землю Одеяльце, в котором был завёрнут Моу Переливалось нежными цветами Розовым, зелёным и голубым Оно светилось на солнце, как будто усыпано Брагоценными камнями Ангел-хранитель должен был найти на земле родителей для Моу Но поскольку розово-зелёно-голубой одеяльце Говорил о том, что в зёрнышке заложено добро Любовь и красота То мама для Моу должна была быть доброй Красивой и уметь любить На маме Моу должен был быть позавязан шарф Точно такого же цвета, как и одеяльце Моу Ангел-хранитель летел над землёй И очень внимательно искал маму С розово-зелёным и голубым шарфом И он её нашёл Огромное счастье и радость пришло в дом родителей Моу Они очень ждали ребёночка и наконец дождались У Моу появились мама и папа, которые его очень любили И Моу мог их видеть, слышать и чувствовать Ангел-хранитель каждый день навещал Моу Присматривал за ним Когда Моу немного подрос Ангел стал записывать в книгу жизни Всё хорошее и всё плохое, что делал, думал и чувствовал Моу Ангел очень радовался, когда увеличивались листы добра и любви Книги жизни Моу И очень огорчался страницам зла и печали Ещё сильнее огорчался страницам зла и печали Бог Но что Он всё создал С любовью и справедливостью Оно должно было быть хорошим, добрым и чистым Для мира на земле надо быть добрым и хорошим человеком Вообще плохие поступки и дела пачкают И загрязняют цветные шарфики людей Шарфики любви, доброты и красоты От этого взрослые дети страдают и теряют своё счастье Однажды Моу пошёл гулять Видят, мальчишки смеются и издеваются над хромом старичком Моу было жаль беднягу, но он всё равно присоединился к приятелю А вечером Моу заболел Во сне, как обычно, к нему пришёл ангел-хранитель С укором покачал голову и показал Моу книгу жизни Открытую на вчерашней странице Она была чёрная-причёрная Моу стало очень стыдно Он заблакал и обещал больше никогда никого не обижать и не оскорблять На утро Моу проснулся совершенно здоровым В школе Моу учился на дни пятёрки Родители и учителя не нарадовались Какой Моу молодец И Моу возгордился Он самый-самый лучший Он самый-самый Шла пора экзамена Моу подумал Зачем мне готовиться к экзамену? Я и так всё знаю Вместо того, чтобы повторить всё, что знал Моу пошёл гулять А на экзаменах случилось то, о чём он даже и не представить не мог Он всё забыл и экзамен не сдал Хонорый и печальный Моу пошёл домой Сел на скамейку и закрыл глаза Вдруг он почувствовал прикосновение крыла Это был ангел-хранитель с книгой Открыта она была На очень чёрной-причёрной странице И ангел сказал ему Ты слишком гордился собой Но если ты хочешь стать хорошим и сильным духом Ты должен научиться быть скромным Для этого тебе пришлось пройти через этот урок Так Моу рос и учился Быть добрым, сильным и честным И вообще хорошим Однажды пришло время Когда опускается мост Из волшебной страны Бога Лучик, который помогал зёрнышку страствовать по пути Стал сильным лучом И чем сильнее и лучше становился Моу Тем ярче разгорался луч И тем больше Бог помогал Моу И так духовное зёрнышко превратилось в дух Сильный и чистый Дух Моу жил на земле И волшебная страна Бога Всю часи стала ему открываться Там не нужны поезда и самолёты Там можно летать быстрее, чем самая быстрая ракета Там можно строить самые красивые дворцы Которых невозможно представить на земле Там свистут необыкновенные волшебные сады И поют переливающимися голосами птицы в блестящих перьях В этой стране живут только самые добрые, чистые, сильные и красивые духи Злым духом ворота волшебной страны закрыты Никакими хитроумными способами невозможно подобрать ключ к этим воротам Моу прожил долгую жизнь на земле Сделал много добра У него была красивая, нежная и любящая жена У него было много детей, таких же чистых и сильных дух Но все чаще и чаще улетал в волшебную страну Бога Туда, откуда он пришёл В один прекрасный день Ангел-хранитель показал Богу И его жизнь ему Бог увидел, что там нет ни одной чёрной страницы Это означало, что духовное зёрнышко Окончательно превратилось в сильного духа Неспособного на зло В этот миг открылись золотые врата волшебной страны И Муардо вошёл туда Её полноправным жителем